Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня я поделюсь с вами советом, каким образом как можно быстрее и легче прокачать одновременно три ветки в немецких танках. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, скажу откровенно, я потратил на подготовку этого материала около дня или даже полтора дня. И мне очень сильно хотелось бы, чтобы вы отблагодарили меня подпиской на канал, если вы еще не подписаны, однозначно поставили лайк данному видео. Поверьте, я пальцы стер и иногда у меня, честно говоря, был завороток моих мыслей и вместе с ними моих извилин, потому что действительно подготовить данный материал для меня было, ну, сложновато, откровенно говоря. Итак, ребятки, заранее спасибо вам большое за подписочку. Что же касается того, что мы будем обсуждать. Обсудим мы с вами сегодня вопрос покачки трех танков одновременно, то есть трех веток, а именно Яга Е100, ВК 7201К и Маус. Все эти три танчика выкачать можно, пройдя до седьмого уровня, до Тигра П и от него пойти в ответвление. Я именно так их себе и прокачивал. Потом, правда, добавили Маушена и он у меня до сих пор остался неоткрытым. Я не знаю, честно говоря, насколько этот танчик страдальческий. Мне кажется, что должен быть явно страдальческим по ощущениям. Честно говоря, я его не катал. Но мне сдается, что Мауса выкатать сложновато. Да и в самом Маушене, вот даже до десятого вот этого оружия, я думаю, ну, орудие добраться, я думаю, не так уж легко и приятно. Итак, ребята, о чем идет речь? Дело в том, что я подготовил специальную табличку, в которой все разрисовал. На первый взгляд она будет очень сложной, но в процессе я сейчас все объясню. И потом подробно расскажу, пошагово, что необходимо вам делать, зачем, для того, чтобы все вот эти три ветки качать одновременно, с минимальными усилиями, ну и с большим удовольствием. Итак, давайте переключимся на то, что я подготовил. Подготовил я вот такую вот табличенку. Казалось бы, очень сложно, но на секунду абстрагируйтесь от того, что вы видите и послушайте то, что я вам скажу. Итак, мы имеем Тигра-П, мы имеем Фердинанда, которому вы попадаете от Тигра-П, вы имеете ВК-4502, который ведет к ВК-шке на десятке, и ВК-101-П, которая ведет вас к Маушину, ну и, соответственно, здесь дальше будет Маус. Когда вы открываете себе Тигра-П, у вас сразу идет в стоке пушка с названием, давайте не буду полностью говорить все названия пушки, кому надо, поставите на паузу, ну и, соответственно, все посмотрите. 8.8 SM-КВК-36Л-56. Буду называть только последние цифры для того, чтобы было легче восприятия. Когда вы открыли себе Тигра и посмотрите в оборудование других танков, как прямое, так и дополнительное, вы обратите внимание, что орудия между собой повторяются у многих танков этой ветки, точнее трех этих веток, и движки на танках и на ПТ-шке тоже повторяются друг с другом. Просто они перемешаны. В самой игровой оболочке вы не сможете этого нормально рассмотреть, потому что название орудий, название двигателей, оно все скрыто, и необходимо открывать каждое отдельно, и в этих названиях, честно говоря, очень легко запутаться. О чем я говорю? Для того, чтобы облегчить задачу, допустим, выкачивания Фердинанда, вам нет необходимости выкачивать все его движки для того, чтобы на лучшем топовом двигателе катать этого монстрика ПТ-шку и открывать Як-Дигера того же. Вам достаточно в правильной последовательности открыть те или иные танки, и автоматически открытые вами орудия перекочуют на другие танки. И вы с легкостью сможете их активировать у себя в уже открытом танке, пропуская предыдущие все орудия, и на них уже выкатывать. Поверьте, на топовых орудиях, на топовых движках, сами знаете, выкатывать ветку гораздо легче. О чем я говорю? Если вы посмотрите внимательно, то двигатель, допустим, который стоит в виде второго альтернативного двигателя на Тигре П, этот же движок стоит в виде альтернативного двигателя на ВК-4502А и на Фердинанде. Двигатель, который стоит на ВК-4502А, повторяется как топовый двигатель на Фердинанде. Пушка, которая в стоке стоит, в стоке, ребята, стоит у ВК-101П, это та же самая пушка, которая является топовой альтернативной пушкой для ВК-4502А и предтоповой для ВК-4502Б для девятого уровня тяжелого танка. Две пушки, которые, ну, одна из пушек, которая является прокачиваемой и она является обязательной для того, чтобы открыть десятку ВК, она является в это же время топовой и необходимой для открытия потом, после нее, Мауса на Маушине. Ну, то есть, пушки, они качуют друг от друга в зависимости от того, в какой последовательности вы будете открывать то или иное орудие на том или ином танке и последовательность открытия самих танков. Для того, чтобы максимально оптимально пройти все три ветки, как только вы выкачаете, там, откроете себе тигра, сейчас эту схемку я вам расскажу, ну, а вы попытаетесь эту схемку запомнить и, поверьте, вы выкачаете эти три веточки гораздо быстрее, чем могли бы качаться просто так, качая по одной ветке по старой привычке. Итак, первое, что вам необходимо сделать, вам необходимо на Тигре П, прошу прощения, давайте сразу отступление, толстые вот эти линии, они говорят, ну, стрелки говорят о том, после какого орудия открывается танчик, либо каким образом проходишь выкачку на следующий танк. А именно, с Тигра П переход по Фердинанду, ну, на Фердинанд у вас происходит по гуслям, и гусли вам абсолютно незачем выкачивать первыми. Переход на ВК-4502 происходит после прохождения орудия, то есть после веточки орудия вы открываете себе танчик, либо можете начать качать альтернативную пушку. И, открывая две башни в Тигре П, после башен вы открываете ВК-101П. Вы открываете Маушена в ВК-101П, не считая орудий, башен и всего, не считая, простите, гусель, не считая двигателя, вы открываете через орудие. Открыли одно орудие, открыли второе орудие, и после него открывается Маушен. Движки, гусеницы, хотите качаете, хотите нет. С ВК-4502А на ВК-4502Б вы проходите через линию башен, через двигатели вы не ходите, и через пушки вы не ходите. То есть и то, и другое направление, и орудия, и двигатели, они являются альтернативными. Хочу качаю, хочу нет. С Фердинанда на Ягдиггера вы будете проходить через орудия. Одно орудие, второе орудие, третье орудие, Ягдиггер, и все эти орудия не повторяются на других машинах. Двигатели, первый, второй, третий, являются альтернативными, и они не участвуют в выкачке Ягдиггера. Опять-таки, хочу качаю, хочу нет. Но поскольку качать Ягдиггера, ВК, Маушена, исключительно на стоках, не трогая альтернативу, это очень сложный и крайне неприятный процесс. И вот сейчас возвращаемся к нашей рабочей схеме, и я начинаю вам рассказывать пошагово, что вам необходимо делать, шаг за шагом, для того, чтобы максимально облегчить свою задачу. Первое. Вы открыли тигра. Первое, что вы начинаете качать, вы начинаете качать на тигре вот это орудие. Вы на нем стоите и тупо качаетесь. Качаетесь, 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 и у вас хватает заработанного опыта на открытие 4502А. Когда вы открываете этот танчик, у вас автоматически появляется открытым стоковый двигатель, и этот же двигатель автоматически открывается в виде первого альтернативного двигателя на тигре. Таким образом, вы получаете первый альтернативный двигатель и существенно увеличиваете скорость своего движения в бою. Дальше. Второе. Вы дальше играете на тигре П и выкачиваете через башни ВК-101П. Когда вы открываете этот танчик, вы получаете стоковое орудие, которое становится топовым для ВК-4502А. И таким образом, ваша ВК-шка превращается на стоковом двигателе с максимальным альтернативным орудием. После того, как вы открыли их, вы, помимо этого, когда открываете ВК-101П, получаете еще и дополнительное первое альтернативное орудие для ВК-4502Б, которую вы еще даже не исследовали. Но там это орудие уже будет значиться как открытое. И когда вы выкачиваете танчик, вам уже легче станет играть на этом танке, а не на стоковом орудии. Дальше. Вы играете на ВК-4502А. Открываете двигатель. Внимание! Порше Type 100.3. И когда вы его открываете, вы получаете для ВК средний движок и максимальную пушку, которую раньше открыли. И параллельно открывается этот же движок в виде максимального движка для Тигра-П. Следующее. Открываете пушку, дальше качая 4502А. Вот эту. Когда вы ее открываете, 43Л дробь 71. Когда вы ее открываете, она автоматом появляется на 45, но она и так откроется, когда вы откроете 4502Б. А главное, она открывается в виде альтернативного орудия, более качественного, более хорошего, на Тигре-П. Таким образом, с вот этого момента, ваш Тигр-П является полностью прокачанным на все дополнительные оборудования в виде башни. В виде башенки прокачали здесь, чтобы открыть ВК-шку в свое время. Вы получаете максимальный движок и максимальную пушку. После этого вы играете на Тигре-П, открываете для себя Фердинанда, в котором, как только вы откроете, у вас уже будет открыт максимальный, ну, средняя пушечка будет открыта. И вы играете дальше на 4502А, после того, как открыли себе Фердинанда. На 4502А, играя, открываете себе вот это топовое альтернативное пехло Porsche Type 180.2. Как только вы его вот здесь откроете, оно откроется на Фердинанде. Если вы будете играть на Фердинанде и открывать это пехло, вам тяжелее будет это сделать. Потому что здесь вы будете на стоковом орудии, а в ВК-4502А, выкачивая максимальный движок, вы будете играть на максимальном топовом орудии. То есть, ваша скорость и ваша эффективность в бою, скорость прокачки и эффективность в бою, она на ВК-4502А существенно выше, имея топовое орудие, а не базовое, как на Фердинанде. Следующее. Открываете Фердинанда, когда и получаете топовый движок, ну, вам уже, само собой, гораздо легче, максимально быстро передвигаясь по карте, выкачивать себе Ягдиггера. Ну, здесь придется орудие открывать уже самому. После того, как вы вот эти все вещи закончили, у вас есть нормальная возможность играть на оптимальном орудии с оптимальным движком и выкачать себе ВК-4502Б, путь к которому лежит через выкачивание башенок. Ну, выкачать башни на топовом орудии и на топовом движке, мне кажется, гораздо легче, правда? И, соответственно, открываете себе ВК-4502Б с уже открытым предтоповым орудием. Когда вы это сделаете, вы дальше продолжаете играть на 4502Б и открываете себе орудие 44Л55, которое ведет к вас к десятке. То есть вам все равно это орудие надо открывать. Но как только вы его откроете, оно автоматически откроется и на маушене, который вы еще даже не начали выкачивать. Ну и, соответственно, дальше вы начинаете играть на 100-01П, открываете себе второе орудие, с которого перепрыгиваете, выкачиваете маушена. Но когда вы откроете себе маушена, вы будете играть уже на маушене, выкатывая мауса, не на стоковом орудии, а на топовом орудии. Я считаю, что в таком случае, ну, выкачать мауса будет куда легче. Ребят, на данный момент у меня все. Я понимаю, что схема на первый взгляд кажется сложной. Если вы что-то не поняли, если вы в чем-то запутались, а я уверен, что вы запутались, поверьте, вам гораздо выгоднее еще раз просмотреть это видео, на бумажку себе переписать, просто пошаговость ваших действий, и будет вам счастье. И вы сможете с помощью вот этой схемы, которую вы можете поставить себе на паузу, ну, или сделать принтскрин, вы сможете максимально быстро и эффективно открыть одновременно три ветки танков, ведущие вас к Яге Е100, к ВК-7201К и к маусу. Итак, ребятки, огромное вам спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что моя информация, собранная в течение полутора дней, будет для вас полезной. Ну, а в виде благодарности я обращаюсь особенно к тем ребятам, которые смотрят мой канал, но не подписаны на него. Подпишитесь, пожалуйста, поддержите развитие моего канала. Мне очень сильно нужны сейчас ваши подписки, и я буду очень рад вашим лайкам и комментариям, особенно позитивным. Я надеюсь, что я не сильно все запутал, ну, а вы внимательно можете послушать еще раз. И, как я уже сказал, будет вам счастье. Всех благ вам, всего хорошего, легкой выкачки трех веток одновременно. До встречи в боях!